Приветствую вас, Татьяна и мужчина, который увидел вас после 25 лет разгулки, безусловно, так же как и вы, потерял рассудок, потерял контроль и просто окунулся в пучину страсти. Но, понимаете, когда первая волна чуть прошла, мужчина испугался. Он испугался, потому что вся его жизнь, которая у него была и есть до вас, до встречи с вами, она может исчернуть. И мужчина испугался, что вы можете разрушить все то, что он построил за четверть века. И именно поэтому он не то чтобы вам одолжение делает, он ощущает, что погрешился немножечко. Знаете, вы пишите, что он звонит вам, как будто делает одолжение вас, то есть получается, что вы как бы заставляете его вам звонить. Или он звонит сам, но как будто бы по принудению. И в любом случае, в любом случае, если вы видите, что человек общается неохотно с вами, то лучше ему сказать. Дорогой, я чувствую, что тебя что-то беспокоит. Что тебя беспокоит, скажи мне. Уверен, мужчина воспримет ваш вопрос как, знаете, как проявление внимания к нему, к его чувству, ему будет приятно. Он не отвернется от вас. Вот этого бояться не нужно. Он от вас не отвернется. Он скорее расслабится и с благодарностью, с радостью поделится с вами своими переживаниями. И эти переживания, скорее всего, касаются будущего. То есть он думает, какое будет у вас дальнейшее развитие отношений, к чему он приведет, и это его немножечко пугает, скорее всего. Поэтому вам сейчас очень важно на него не давить, очень важно не принадлежать ему ни к чему. Пусть мужчина сам для себя решит, что он хочет от этой ситуации, а вы будьте готовы принять его любое решение и отнестись к этому решению с уважением. В один случае вы можете потерять любимого еще на очень долгое время. Следующий ваш вопрос звучит так. Стоит ли вообще ждать его звонков? Вы знаете, нет, не стоит. Почему? Потому что, как бы, мужчина, как я понял, живет своей жизнью. Он имеет свой образ поведения, свой склад, уклад привычный. И он вам звонит, это значит, что, как бы, находит для вас время. И ваши переживания связаны с тем, что вы сами так же тебя не ведете. То есть, вы идете его звонка, а он вам звонит, когда у него есть время. И в этом заключается неравноправие, потому что он находится в более выгодной позиции. Поэтому, что вам нужно делать? Вот, если у него есть к вам чувство, если он заинтересован в том, чтобы ваши отношения с ним развивать, то вот он вам позвонил, вы почувствовали, что он разговаривал с вами неохотно. Он говорит, так, все, просил, у меня дела, там, мне пора идти. И представитель разговаривал с вами. Потому что понимается, что диалог, ну, через силу идет. Если диалог у них через силу, то понятно, удовольствия он не доставит ни вам, ни ему. И если у мужчины есть чувство, то он вас примет. Это как сигнал. Сигнал для того, чтобы активизировать свои усилия. Усилия по сближению с вами. Вами сейчас же движут, как вы сами сказали, вот он вас завел, и теперь как будто бы дал попятный. Так вот, он вас завел пострашно, а теперь испугался того, что он сделал. А вы, как, ну, в силу того, что он вас завел, теперь дайте продолжение, а этого продолжения нет. И соответственно, чтобы выступать в этой ситуации как равноправным партнером, вам очень желательно вот твою энергию, которую, которая вас сейчас бурлит. Я понимаю, что это сложно, но ее нужно направить на какой-то другой, на какой-то другой предмет, объект. Как это реализоваться и как развлечься. Чтобы мужчина не чувствовал, что вот вы его прям ждете, что вот вы прям мечтаете о том, что он вам позвонит. Там вот эта ценность женщины для мужчины очень сильно снижает. И если вам хочется, чтобы отношения с ним были искренними все-таки, то вам нужно проявлять чьи-то женские черты поведения. А это независимость, это загадочность, это, ну, собственно говоря, холодность внешняя, если мужчина не готов проявлять нам достаточного рвения. И, наверное, самое главное, что нужно вот ему вам нанести сейчас, то, что вы не будете считать его вечным. Вот вы какое-то время его подойдет еще, надето на то, что он припримет какие-то действия. Но потом, если он ничего не будет конкретно делать, вы, собственно говоря, перестанете его ждать, перестанете брать в расчет. И вот на это ему нужно намекнуть, намекнуть очень хорошо, чтобы он понял. И тогда, собственно говоря, будет понятно, как он к вам относится. Если он действительно испугался, то страх пройдет. А если он поймет, что случился к вам или нет, то он ничего не будет делать. И вы тогда сможете жить дальше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока. Желаем вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok